Всем привет! Вы на канале Верба Нелс. Сегодня у меня будет коррекция ногтей. Здесь у нас гель-лак, которому 4 недели. Кто следит за моим каналом, наверняка уже поняли, что ко мне вернулся вот этот маникюр с гематомой. Сегодня покажу вам, что же стало с этим ноготочком. А так, в целом, маникюр относился замечательно. Левая рука немного лучше выглядит, чем правая. Это неудивительно. Под предыдущим видео было высказано много мнений относительно того, как работать с таким травмированным ногтем. Я в прошлый раз ноготок не трогала, гематому не вскрывала. Покрытие сделала обычным способом. Со слов клиентки, через 2 недели после предыдущего покрытия ноготок от кутикулы немного отошел и она аккуратненько обрезала его ножницами. Ну а сегодня снимем гель-лак и посмотрим, что же стало с ногтем. Так что, если интересно, оставайтесь со мной. Как обычно, снимаю старое покрытие кукурузкой с красной насечкой. Сегодня у меня керамическая фреза. Работаю на скорости 20 тысяч оборотов и аккуратно убираю старое покрытие до тонкой прозрачной подложки из базы. Для ускорения работы этой же фрезой убираю длину. С поврежденного ногтя также снимаю на этой же скорости аккуратными движениями старое покрытие. Когда снимается цветной слой, становится видно более-менее, как выглядит ноготок. В предыдущем видео мнение большинства мастеров разделилось на два лагеря. Одни кричали, что ни в коем случае такой ноготь нельзя покрывать гель-лаком. И вообще нужно было его оставить в том состоянии, какой он был. Другие говорили, что покрывать такие ногти можно. Нет в этом ничего страшного. Никак это не сказывается на состоянии натурального ногтя. Как сказала клиентка, через две недели после предыдущего покрытия ноготок от кутикулы немного отслоился. Стал топорщицей, она аккуратно обрезала его ножницами и, соответственно, гематому вымылось. Она обработала пальчик и вот такое состояние на данный момент. Но я напомню, что мы с вами мастера маникюра, не доктора. Поэтому, если вы не уверены в своей работе, не знаете, как поступать в таком случае, то лучше оставить ноготок без покрытия. Именно сегодня мы с вами так и поступим. На остальных ноготочках пилкой с одноразовыми файлами, образивностью у меня 240 грит. Я придаю форму свободному краю, делаю несколько зауженный мягкий квадрат и также зашлифовываю поверхность натурального ногтя. Перед тем, как работать с фрезой, обязательно отодвигаю кутикулу пушером. Сегодня у меня апельсиновая палочка. И далее алмазной фрезой с красной насечкой на скорости 20 тысяч оборотов, аккуратно вычищая птеригей. Кутикула клиентки минимальная, но несколько заросшие боковые валики, поэтому аккуратными движениями также зачищаю боковые валики. Стряхнув пыль, срез кутикулы делаю ножницами. Шлифовку произвожу на скорости в 5000 оборотов при помощи силиконового шлифовщика. Ну, с этими ноготочками, в принципе, все понятно, а что же с травмированным ногтем? Со стороны кутикул образовалась пустота, нам необходимо ее убрать. Поэтому я сперва истончаю край отслойки усеченным конусом, а затем аккуратно, щипчиками, маленькими шагами двигаюсь и постепенно откусываю отслоившуюся часть ногтя. Опять-таки, напоминаю, что если вы не уверены в своей работе, не знаете, как работать с такими ногтями, то лучше не лезть, а отправить клиента к специалисту. После того, как большая часть ногтя убрана щипчиками, необходимо обработать ноготок антисептиками, перекисью водорода, чтобы убрать остатки гематомы. После того, как ноготь подсох, я шлифую край отслойки синим шаром. Стараюсь максимально свести на нет этот острый край, чтобы впоследствии он никак не мешал клиенту и ноготок аккуратно отрастал. Кстати, точки, оставшиеся посредине ногтя, это капилляры, которые лопнули, и они находятся под здоровой частью ногтя. Мне никак до них не добраться, это и не нужно, поэтому оставляем как есть. Этот ноготок мы не будем покрывать, поэтому слегка шлифую пилкой, делаю его максимально гладким и ровным, чтобы никакая его часть не цеплялась, не доставляла неудобства клиенту, и также максимально убираем длину. Ноготок протираем обезжиривателем и его оставляем, ждем, когда он отрастет и будет здоровеньким. А остальные ноготочки протираю обезжиривателем от пыли и наношу бескислотный праймер на зону натурального ногтя. Наношу первый базовый слой, тонко втираю, просушиваю в лампе 30 секунд. А затем у меня идет выравнивающий слой, на этот раз я буду использовать камуфлирующую перламутровую базу от Cosmake. Эта новиночка покорила мое сердце буквально с первого нанесения. База хорошо самовыравнивается, уже проверено, хорошо носится, имеет красивый теплый перламутровый блеск. Материал практически не просвечивается, дает плотное, хорошее нанесение уже с первого слоя. База настолько красива самодостаточна, поэтому оставляем покрытие как есть. Наношу топ без липкого слоя на все ноготочки, кроме безымянного. А на безымянном у нас будет акварельный дизайн, для которого мне нужна матовая подложка, поэтому я наношу топ без липкого слоя матовый от Cosmake. Когда топ высох, акварельными красками делаю зарисовок цветочка. У меня на канале есть очень подробное видео по акварельной технике, ссылку я обязательно добавлю в описании под видео, так что всем, кому интересно, обязательно переходите. Техника очень простая, дает возможность нарисовать красивый дизайн даже тем, кто совсем не умеет рисовать. Ждем, когда акварель подсохнет, и затем черный гель краской я рисую тонкие извилистые линии и просушиваю в лампе. Затем тублирую эти же линии светло-сиреневой блестящей гель краской. На данном этапе дизайн перекрываем топом, у меня без липкого слоя от Cosmake, делаю легкое выравнивание. И мы решили добавить немного объема, я использую гель пластилин от Эмми в белом цвете, катаю небольшие шарики и при помощи сперва апельсиновой палочки, а затем силиконовые кисти распределяю пластилин по листикам. Также у меня на канале есть подробное видео по лепке, там я рассказываю про пластилины, про кисточки, как ими работать, так что ссылку обязательно добавлю в описании под видео, переходите, если вам это интересно. Каждый лепесточек просушиваю в лампе по отдельности, чтобы зафиксировать его форму и не дать пластилину слипнуться с предыдущим слоем. Но вообще, на мой взгляд, здесь нет определенных каких-то правил, как цветок должен выглядеть, леплю как хочу, как говорится. Фиксирую весь дизайн в лампе и в серединку цветочка добавляю точечки блестящей гель краской. Итак, вот наш маникюр готов, получился очень интересный дизайн, сочетание нейтральных ногтей, хоть и блестящих и, возможно, кому-то покажется достаточно ярких, но, тем не менее, это камуфляж, поэтому ногти выглядят относительно спокойно. Плюс интересный дизайн, сочетание акварели и объемной лепки. А вот так выглядит ноготок, который был травмирован некоторое время назад. Оставили его, как и обещала, в том виде, в котором он есть, чтобы ноготок отрастал и выздоравливал. Посмотрим, как ноготок будет выглядеть через месяц. Мне, конечно же, хочется его выровнять и покрыть полигелем, чтобы скрыть вот эти все травмированные участки. Но пока это только планы, будем смотреть по ситуации. Напишите в комментариях, что бы вы посоветовали сделать клиенту с этим ногтем в следующий раз. А я надеюсь, что видео было интересным. У меня на этом все. Всем красивых маникюров и до скорых встреч. Пока-пока!